Ростехнадзор проверяет готовность Челябинска к оттопительному сезону. Искать нарушения будут до 17 сентября. Профильный замглавы города Астахов сегодня заявил, что надзорному ведомству оказывают всю необходимую помощь. По официальным отчетам чиновников, обратите внимание на формулировку, в Челябинске завершены гидравлические испытания, но до сих пор остаются многоэтажки без горячей воды. Заявляется, что аварийные бригады ЧКТС УСТЭК работают в круглосуточном режиме. Опять же, это официальные данные, реальность может быть совсем иной. Есть сейчас дома, отключенные от горячего водоснабжения из-за повреждений на тепловых сетях. Аварийные бригады ЧКТС УСТЭК работают в круглосуточном режиме, занимаются устранением данных повреждений для возобновления подачи ГВС. Этот вопрос находится на особом контроле. Но особый контроль, похоже, не помогает. Челябинцы жалуются, что на некоторых адресах, например, на Новороссийска и Дзержинского, работы начали уже давно. Но на протяжении нескольких месяцев бригады там вообще не видели. Причина подобных проволочек, похоже, в нехватке кадров в МУПах. Мэрии пришлось привлечь для аварийных работ сотрудников различных предприятий, даже из области. Там у нас было несколько бригад от предприятий, к которым мы обратились. И дату указывали 10, 11, 12 сентября. Поэтому просьба все эти вопросы держать на контроле и все дополнительные бригады задействовать, в том числе из области, те, которые высказали свое желание помочь нам все задействовать и максимально сосредоточиться на этом вопросе. Ранее юристы отмечали, если горячая вода в дома не вернулась после двухнедельной опрессовки, то платить за ГВС не нужно. По закону можно даже подать в суд на коммунальщиков и отсудить компенсацию. Правда, очень скромная. Продолжение следует...